На вооружение российской армии начала поступать РЛС Енисей. Система, предназначенная для комплексов С-400 и С-500, обладает поистине уникальными возможностями и не имеет мировых аналогов. Дальность обнаружения целей у новой радиолокационной станции лишь на 30 километров превышает показатель своей предшественницы 91Н6, однако ее двухдиапазонный фазированный локатор обеспечивает гораздо более высокую четкость селекции цели. Так, новую РЛС невозможно обмануть даже высокотемпературной плазмой, создаваемой специальными угольными нитями, выпускаемыми ракетой Искандер-М. Такими способностями сегодня не обладает ни одна РЛС в мире. Более того, Енисей помимо кругового обзора способен работать и в секторном, что позволяет засечь даже малоразмерные гиперзвуковые объекты. Но это не все заслуги уникальной станции. Комплекс обладает пассивным режимом работы, позволяющим использовать его в качестве средства радиотехнической разведки. Еще Енисей не только безошибочно отличает военные цели от всех прочих, но и может четко фиксировать гражданские авиалайнеры в своей зоне ответственности. Наконец, новая российская РЛС не боится атмосферных явлений, обнаруженных Китаем и получивших название «Ангел», а ее мобильность позволяет произвести развертывание комплекса из походного в боевой режим всего за пять минут.